А может так, проста логика женщины? Достаточно ей узнать, что мужчина пользуется успехом у другой привлекательной женщины, и ее любопытство возрастает до пределов невозможного. А когда увлекается близкий человек, то независимо от своих чувств и отношений к нему, любая женщина чувствует себя почти оскорбленной, словно он должен был в первую очередь обращать внимание прежде всего на нее, даже без малейших шансов на успех. После обеда Инесс нигде не было видно. Габриэлла сообщила, что синьора Контреров уехала в столицу, попросив не ждать ее к ужину. Бернардо все-таки встревожился. Вполне возможно, что переоценил значение женской интуиции, и женщина просто провела с ним отвлекающий маневр, выдав блестящую игру разведчице за оскорбленной женской самолюбие. И хотя он видел лицо Инесс и почти не сомневался в правильности своих наблюдений, тем не менее отсутствие Инесс Контрерос довольно сильно тревожило его. Он не хотел признаваться даже самому себе, что и в нем, говорит, сильное мужское начало, и он просто ревнует свою супругу к кубинским разведчикам, с которыми она встречалась. В этом случае он рассуждал почти как нашкодивший муж, опасающийся мести своей супруги в виде ответной измены, и он не находил себе места во время ужина, угрюмо устаившись в тарелку. Габриэлла испуганно молчала. Она решила, очевидно, что они поссорились, и сеньора Инесс, оставив сеньора Гильермо, просто уехала в Гаванну. Она также не решалась нарушить сложившееся молчание, и ужин прошел только под постоянной репликой Жоакина, не совсем понимавшего, что конкретно произошло. После ужина Бернарда подняли наверх, и он, сидя в кресле, продолжал наблюдать за побережьем, словно ожидая, когда, наконец, появится его супруга. Она приехала на автомобиле в первом часу ночи. Бернарда по-прежнему сидела на балконе. Она тепло попрощалась с кем-то из сидевших в машине, и, внезапно, подняв голову, увидела Бернарда. Он молча смотрел вниз. Инесс, отвернувшись, вошла в дом, поднимаясь по лестнице. Бернарда остался сидеть, глядя на побережье и вспыхивающее недалеко различные огни большого города. Даже несмотря на экономию электроэнергии, в столице были освещены посольства, центральные улицы, многие общественные здания. Конечно, в Гаване были определенные трудности, но издали они были не так заметны. А может, проблемы нужно рассматривать не очень близко, иначе обнаруживаешь массу неприятных вещей, о которых совсем не обязательно знать. В дверь постучали. Бернарда развернулся и въехал в комнату. Инесс вошла в его комнату. По договоренности друг с другом они спали в разных комнатах и по ночам не виделись. Но теперь она сама вошла в спальню, служившую комнатой для Бернарда. — Вы еще не спите? — спросил Бернарда. — спросила Инесс. — Сижу. Мне нравится смотреть на море. Я любил море, когда отец возил меня в город. — Я тоже люблю море, — призналась Инесс. На ней был светлый брючный костюм, узкие бежевые брюки, рубаха и жилетка под цвет брюк. — Вы были в Гаване? — спросил он. — Да. Ездила на могилу матери Рауля. Она похоронена здесь, в Гаване. Он просил меня всегда навещать ее могил. Его мать умерла здесь во время приезда сюда. Была какая-то лихорадка. Ей разрешали ездить, хотя ее муж в свое время эмигрировал с Кубы. Он не признавал и не любил Кубинскую революцию, впрочем, как и большинство богатых людей. Они переехали в Мексику. Да, но их семью не считали беженцами или эмигрантами. Отец Рауля работал вместе с моим отцом. А дядя Рауля занимал здесь довольно большую должность. Работала в разведке. Она не стала повторяться, что это был Мануэль. А Бернардо не стал спрашивать. — Мы уезжаем через несколько дней, — сказал он. — Да, ваш генерал сказал, что 4-5 июня. — Сегодня 31 мая. — Сегодня уже 1 июня, — улыбнулся Бернардо. — Уже первый час ночи. — Мы расстанемся через три дня. — Как глупо, — вдруг сказала Инесс. — Мне казалось, что вы будете оставаться здесь до своего полного выздоровления. Они могли бы вас и оставить. — В конце концов, они ведь не платят деньги за ваше пребывание на острове. — Не нужно напоминать мне о моей печальной участи, — сказал он. — Я всегда помню, что я всего лишь бедный Альфонс при богатой вдове. — Вы не очень похожи на Альфонса, — возразила женщина. — Они бывают галантны и любезны. — Тогда действительно не похож. — Равнодушно ответил Бернардо. — Вы ее знали до этого? — спросила вдруг Инесс. — Кого? Он прекрасно понимал, кого она имеет в виду, но слишком сильно растерялся от ее очередного возвращения к этой теме. — Вашу сотрудницу. — Мы встречались, — честно признался Бернардо. В этот момент он действительно чувствовал себя мужем, нерешающимся собрать своей супруги. Она очень эффектная женщина. Инна сделала несколько шагов по комнате, она по-прежнему не садилась, хотя уже знала, что это сильно нервирует Бернардо. Женщина стояла, и ему приходилось говорить с ней несколько задраву голову. — Возможно, он не хотел говорить на эту тему. — Сегодня вы не ответили на мой вопрос. Она была вашим другом? — Да. Он смотрел ей прямо в глаза. Она не смутилась, просто прошла мимо него к балкону, и ему пришлось повернуть свою коляску. — Бернардо, — сказала Инна, — обращаясь к нему по имени. — Может, вам не нужно так быстро уезжать? — Ничего не получится, — мрачно ответил он. — Не обязательно отзовут. — Да, — сказала она, внезапно остановившись. — Да, конечно. И, словно внезапно приняв решение, резко сказала. — Спокойной ночи, Бернардо. И быстро вышла из комнаты. Он тяжело вздохнул и повернул свою коляску в ванную комнату. Почистил зубы, разделся и, прыгая на одной ноге, добрался до своей постели. Включил ночник. Выключил общий свет в комнате. Услышал, как в своей комнате Иннас привычно переставляет стулья. По ночам она делала небольшую зарядку, всегда так смущавшую Бернардо. Правда, утром физическим процедурам отводилось еще больше времени. И он слышал, как она разминалась. Для сорокалетней женщины проблема сохранения своей фигуры важнее политических договоренностей всех стран мира. Он выключил ночник и, закрыв глаза, вспомнил жесты Чернова. Он совершенно определенно дал ему понять, что завтра у него будет важная встреча. Интересно, как они сумеют организовать эту встречу, подумал Бернардо. Появление на острове постороннего человека проблематично. Появление рядом с ними кого-то чужого просто невозможно. И тем не менее, генерал всегда держит слово. Может, Бернардо неправильно понял его жест? Но там было определенно первое июня. И значит, сегодня он, наконец, узнает, зачем его держат в этой коляске, и не отозвали еще в Париж после ранения. Послышался неслышный шум открываемой двери. Он протянул руку, чтобы включить ночник, но услышал голос Инесс. Пожалуйста, не нужно включать свет. Он замер, опустил руку. Чья-то тень скользнула по комнате, и он вдруг почувствовал, как женщина села на противоположный край двухместной кровати. Бернардо лежал, боясь пошевелиться. Инесс осторожно опустилась на кровать рядом с ним. «Ты ведь знаешь», — сказал он мрачно, «ничего не надо говорить», — попросила она. Он почувствовал, как ее рука дотронулась до его руки, и уже не сдерживаясь, повернул голову. В темноте блеснули глаза Инесс. Она молча закрыла глаза, и он осторожно дотронулся своими губами, да ее лба, глаз скользнул вниз. Поцелуй был долгим и оглушающим. Бернардо почувствовал, что куда-то проваливается. Он еще сильнее перевернулся набок и неожиданно задел свою больную ногу. Не сдерживаясь, он застонал, потом откинулся на подушку. «Черт, инвалид!» — пробормотал он злобно. «Что произошло?» — спросила она. «Ничего не получится». Он отвернулся от нее, ему было стыдно. «Не нужно так говорить». «Инес, он решил, что сегодня можно высказаться до конца. Я понимаю твое великодушие, но у нас ничего не получится. Это несерьезно». «Какой ты глупый!» — засмеялась женщина. «Сколько тебе лет?» «Мне кажется, что я совращаю малолетнего. Ты ведешь себя в постели, как неопытный мальчик, но не нужно больше ни о чем говорить». Ее рука мягко легла ему на рот. А потом она, сама повернувшись, снова поцеловала Бернарда. В эту ночь он убедился, что больная нога не всегда служит помехой или препятствием. В эту ночь он впервые в жизни встретил женщину, о которой каждый мужчина подсознательно мечтает всю свою жизнь. Она была ведущей. Он лежал на постели, подчиняясь малейшим движениям ее тела, ее рук, ее губ. Чего в ней было больше в эту ночь, наверное, не знала и сама Инес Контрерас. Здесь было немного зависти к молодой и красивой сопернице. Здесь было немного ревности к женщине, осмеливающейся бросить ей вызов. Здесь было чуть больше хорошего отношения к Бернарде и влюбленности в этого мужественного человека, так стойко переносившего свое несчастье. И, наконец, здесь было просто желание женщины снова почувствовать себя женщиной, став желанной и любимой хотя бы на одну ночь, на несколько дней. Слова, слова Чернова подтолкнули ее к этому решению. Она вдруг поняла, что через три дня навсегда потеряет и своего второго мужа. И это стало определяющим ее решением. Глава 32 Роджер ворвался в здание как раз в тот момент, когда там была первая минута «не разберись». Если вы не ждете шторма, то даже находясь и в море, вы забываете о таком явлении, и первые порывы ветра могут вполне застать вас неожиданно. Правда, на хорошем корабле растерянность, вызванная внезапным ураганом, будет длиться несколько секунд. Затем опытный капитан прикажет снимать паруса, и корабль начнет жить своей обычной авральной жизнью. Роджер вбежал в здание. Он чувствовал, что несколько задыхается. Сказывалось отсутствие столь тяжелых физических нагрузок в последние несколько лет. Здание было темнее, чем на улице. Он огляделся. Его небольшое преимущество было в том, что он сейчас все видел. Впереди по коридору, осторожно озираясь, шел кто-то из людей Леймана. Очевидно, он разглядел какую-то тень, мелькнувшую перед глазами, но ничего больше почувствовать не успел. Роджер распылил ему баллончик прямо в лицо. И неизвестный свалился на пол, заснув до утра. Роджер побежал дальше по коридору. На второй этаж он поднимался, уже оглядываясь. Все-таки очень трудно действовать в незнакомой обстановке. Внизу начали гореть зажигалки, осветился коридор. Некоторые комнаты кто-то выбежал на улицу. — Принесите свечи! — закричал чей-то повелительный голос сверху. Роджер вздрогнул. Он узнал этот задыхающийся голос Эдгара Леймана. Тот своим криком сам невольно выдал себя. Роджер осторожно крался по коридору второго этажа. — В дальнем конце должен быть кабинет Леймана. Он услышал голос именно оттуда. Роджер уже подошел к двери, чтобы войти внутрь, когда услышал другой знакомый голос. — Это самое настоящее преступление, Эдгар! Дверь была приоткрыта. В комнате сидели двое. И обоих он знал. Первым был толстяк Эдгар Лейман, второй был тот самый Пол Бигсби, из-за которого погибло столько людей. Пламя от зажигалки полковника чуть освещало комнату. — Что мне нужно было делать, — оправдывался Лейман. — Как суметь обеспечить безопасность? Мне был дан приказ всеми возможными методами, вплоть до физического устранения. Наши планы столько раз были известны людям Кастро, что в этот раз мы просто боялись рисковать. У них есть свои люди повсюду, а ответственность нес я один. — Вы понимаете, что вы говорите, — Эдгар спросил разгневанный полковник. — Вы разнесли на куски весь офис местного бюро ЦРУ. Во имя сохранения секретности вы убили четырех офицеров американской разведки. Вы думаете, кто-нибудь будет слушать ваше объяснение? — Трех, трех офицеров, — поправил своего собеседника Лейман. — Вы же знаете о Робинсоне, он жив до сих пор. — И слава Богу, это делает вашу вину менее тяжкой. — У нас не было другого выхода, — твердо ответил Эдгар. — Иногда во время войны приходится посылать на уничтожение собственный отряд разведчиков, чтобы спасти основные силы. Считайте, что их жертвы нужны были нашему общему делу. Кроме того, приказ об их ликвидации отдавал совсем другой человек. И вы, полковник, об этом прекрасно знаете. Роджер, прижавшись к двери, слышал каждое слово. Его волновал только один вопрос — успеет ли он спрятаться до того момента, когда включат свет. — В любом случае, — произнес Биг-Сби, — можно было найти более цивилизованное решение вопрос. — Мы его искали, — задыхаясь ответил Эдгар и, встав со стула, громко закричал. — Почему не горит свет? — У нас сейчас кончится газ у зажигалки. — Они нас не услышат, — сказал полковник. — Лучше спустимся вниз, посмотрим, что там происходит. — В любом случае, я считаю, что действия моего руководства по обеспечению секретности операций были неадекватны сложившимся обстоятельствам. — Он сказал, — моего руководства, — услышал Роджер. — Значит, его собственное руководство ЦРУ знало о готовящемся взрыве в Мехико. Иногда не хочется верить самому себе. Он скользнул в соседнюю комнату и, чуть приоткрыв дверь, видел, как в темноте первым идет, освещая коридор, пол с зажигалкой в руке. Это был все тот же Пол Бигсби, но постаревший и полысевший. За ним плелся Эдгар Лейман, спотыкаясь на каждом шагу. У него было очень плохое зрение, и он носил большие очки с толстыми стеклами. — Почему не дают свет? — в который раз закричал он вниз. — Кажется, свет отключен повсюду, — сообщил внизу виноватый голос. — В соседних домах тоже отключено электричество. — Безобразие! — возмутился Лейман. — Какой беспорядок! Позвоните, узнайте, что там случилось. — Уже звонили, там авария. Уверяет, что скоро исправят. — Но дайте хотя бы свечи! — разочарованно произнес Эдгар. — У нас в доме их нет. Я отправил Роберта за ними к соседям. Роджер неслышно проскользнул в комнату Леймана и, выбрав подходящее место, втиснулся между шкафом и окном, спрятавшись за очень плотной занавеской. — Не нужно искать свечи! — успел услышать он голос полковника. — Мне уже пора. Я просто заехал к вам выразить свои несогласия с вашими методами. — Это был приказ, — снова сказал Лейман. — И вы знаете, кто его мне давал. Кстати, оказалось, что они правы. По нашим данным, на Кубе уже знают о вашей встрече с Эрерой. — Не может быть. — Может. Кто-то передал это сообщение в Гавану, и теперь кубинцы могут вычислить вашу игру. Вашу совместную игру, — очень тихо добавил Лейман. Его не услышал даже Роджер, разобрав какой-то шепот. — Мне нужно быть на месте, — решительно произнес полковник. — Возможно, нам придется вносить некоторые корректировки в наш план. — Нужно будет состыковаться с нашими необычными союзниками. — Как они в качестве союзников, — хмыкнул Лейман, — впечатляют? — Пока не очень. Но почти не знаем их планов. Или, вернее, знаем, но в общих чертах. Я вам позвоню завтра утром. — А где ваша машина, Пол? — Я ее сегодня не видел. — В отличие от вас, мы умеем прятать маленькие вещи, Эдгар. Машину, пистолет, деньги и шифрованные сообщения. А ваша задача — прятать целый завод под землей или какую-нибудь радиостанцию на отдаленном острове. Я оставил автомобиль с другой стороны дома, чтобы он не так бросался в глаза. Так будет лучше для нас обоих. — Может быть, — очень недовольно ответил Лейман. — Но это в будущем. Не забудьте, что завтра нам нужно встретиться. Сегодня уже 1 июня. До намеченного срока осталось всего два дня. Роджер постарался запомнить и эту дату. Очевидно, снизу все-таки принесли одну свечу, и Лейман, осторожно неся свечу, прошел в свою комнату. Теперь он был один. Поставив свечу на столик, он подошел к окну. На нем была белая рубашка, темные брюки с широкими большими цветными подтяжками. Он, подергав за подтяжки, хлопнул себя по животу, что-то пробормотал, затем вышел из комнаты, оставив свечу на столе. Роджер сразу потушил ее. Из коридора был слышен крик Леймена. «Делайте что-нибудь со светом. У нас все компьютеры выйдут из строя». Эдгар снова вернулся в свою комнату и обнаружил, что его свеча погасла. Ругаясь, он начал искать зажигалку, и вдруг его кто-то схватил за руку. «Спокойно, Эдгар», — сказал, чуть приглушен на Роджер, дотрагиваясь до горла Леймена острием ножа. «Постарайся не кричать». Странные свойства ножа, в отличие от пистолета, чье дуло не вызывает подобного страха, нож действует всегда очень впечатляюще. Может, в человеке просто говорит «атавистический страх», оставшийся с древних времен, когда он боялся прежде всего холодного оружия, или смерть от пистолета просто кажется менее мучительной и более благопристойной. Лейман не узнал, чей конкретно был голос, но пошел за благо повиноваться. «Сядь», — толкнул его в кресло Роджер. Лейман почти упал в кресло, но пока он благоразумно молчал, не пытаясь позвать своих людей. «Я ведь не говорил Эдгар, что приду за тобой», — сказал Роджер. Он не позволил Лейману зажечь свечу, и теперь почти в абсолютной темноте он видел лицо Эдгара, а тот только слышал его голос и не видел говорившего. Кроме общей темноты у Леймена было очень плохое зрение, минус шесть, и Роджер это хорошо знал. «Кто вы?» — все-таки Лейман не до конца осознал ситуацию. «Это я, Роджер». «Роджер Робинсон?» — было слышно, как дрогнул голос Леймена, собственной персоной. «Ты обещал добраться до тебя, толстый ублюдок?» «И вот я здесь, пришел к тебе». «Роджер», — тихо позвал его Лейман, — «ты не знаешь, что здесь произошло. Я все знаю. Это не по моей вине, клянусь тебе». Эдгар крутил головой, пытаясь в темноте увидеть своего грозного собеседника, но плотные занавески и общая тьма не давали возможности увидеть незваного гостя. «Столько не говори, что ты ничего не знал. Я знал, но это... ты ничего не понимаешь. Я не хочу ничего понимать, Эдгар. Я пришел просто спросить тебя, зачем ты убил моих людей. И потом убить тебя, Эдгар. И это все, что мне нужно». Эдгар скривил в лицо, словно собирался заплакать. Он поднял руки в темноту. Отсутствие собеседника сильно действовало на нервы. «Пойми, Роджер, что я не виноват. Ты только исполнитель. Мне приказали, кто убил Боба Вильямс. Тоже по твоему приказу? Его не убивали ему, говори. Ему, в общем, ввели не совсем то лекарство. Но это было не убийство, просто ошибка. Он умер во сне, даже ничего не заметив. Если ты думаешь, что от этого легче умирать, то ошибаешься. Во сне умирать еще страшнее. Ты приказал его убить. Я получил конкретное задание. Вы, Вильям Браун, тоже на вашей совести? А это кто такой? Кажется, искренне удивился Лейман. Я не слышал ни о каком Брауне. Причем тут он? Ни при чем. Просто был еще один сотрудник ЦРУ, которого убрали. Значит, в Ленгли нашли своего Эдгара Леймана, подонка и мерзавца. Роджер, я не виноват. Послышались чьи-то шаги. Тихо, приказал Роджер, исчезая с разонавесками. Дверь открылась, и в комнату вошел кто-то со свечой. — У вас темно, мистер Лейман? Может, оставить вам свечу? Не нужно. — Когда дадут свет? — спросил очень тихо Эдгар. — Скоро обещали. Может, я все-таки оставлю свечу? Ваша, кажется, потухла? — Нет, — отрезал Лейман. — Идите вниз. Я скоро спущусь. Мне так легче думается. Неизвестно, пожалуй, плечами вышел из комнаты. Почти сразу Роджер пощекотал шею Леймана острием ножа. — Я здесь, — сообщил он. — Что ты хочешь делать? — спросил жалобный Эдгар. — Хочу знать, почему были убиты мои люди. И кто приказал это сделать? Только два вопроса, и я буду вполне удовлетворен первой части моего выступления. — Мне приказали. Это я уже слышал. Кто приказал? — Была сформирована специальная группа из представителей ЦРУ, АНБ и Госдепартамента, — сказал сильно, задыхаясь Леймант. — Ее возглавил не тени время Эдгар. Ее возглавил полковник Харгривз. Это уже лучше. Пол Бигсби был в составе этой группы. Да, его отозвали из резерва. Он был на пенсии. Зачем? Чтобы он встречался с Эрерой? Нет, он должен был встретиться с каким-то русским генералом, которого лично знал и который знал его. Причем тут русский генерал? Это была совместная акция. Эдгар вдруг снял очки, протер их большим желтым платком и снова надел, оглядываясь вокруг. По-прежнему ничего не было видно. Совместная акция вместе с русскими? Не поверил услышанному Робинсон. Почему я об этом ничего не знал? Людей отбирал лично Харгривз. Он считал, что так будет надежнее. И он приказал убрать моих сотрудников. Но почему? Вы вышли на пола Бигсби, сделали несколько запросов. Мы испугались вашей информации, испугались ваших активных действий. Харгривз сам позвонил мне и приказал переправить вам вместе с Вильямсом небольшой подарок. Подарок сопровождал его человек, который потом исчез. А подарочек оказался бомбой. Несчастный Вильямс потом сильно мучился, но так и не сказал никому ничего. Что мы конкретно могли узнать? Мы с русской разведкой готовим операцию на Кубе. Она сверхсекретной, никто не должен был знать о ее подготовке. Но каким-то образом кубинцы узнали о связи Херреры и Бигсби. Мне поручили все выяснить и проверить. А когда вы дали сразу несколько запросов в Лэнгли, было решено, что утечка информации могла произойти и в вашем местном бюро. Но конкретной поиске виноватого ничего не дали, и нам пришлось принимать кардинальные решения. Почему, Энгар, почему они так решили сделать? И это не они. Это сам Харр Гривз продумал детали операции с вашим бюро. Он сказал, что иногда лучше избавиться от одного плохого и трех хороших сотрудников, чем терпеть плохого среди своих офицеров. Мы так и не смогли установить, откуда идет утечка. И тогда Вильямс получил свою посылку. Но остальные руководители знали, что вы приняли решение о нашей ликвидации. Не все. Некоторые догадывались, но ничего уже изменить было нельзя. Так было нужно, Роджер. Во имя этого задания вы убили столько людей, Энгар. Вы разгромили местное бюро. Вы сожгли моих друзей. Это делал не я. Но ты был один из тех, кто отдавал подобные приказы. Это не менее преступно. Не нужно так говорить, дернулся Энгар. И теперь скажи мне ответ, зачем все это было затеяно? Ради чего русская и американская разведки должны договариваться? Только ответить мне ты должен максимально честно. Я слушаю. Фидель Кастро выдохнул Энгар. Они должны убрать Фиделя. Глава 33 В этот день он был самым счастливым человеком на земле. Энгар ушла из спальни только утром. Это была лучшая ночь в его жизни. Утром он даже попытался принять душ и свалился в ванной, довольно больно ударившись. Но это его не смутило. Наоборот, он громко расхохотался. А когда прибежала испуганная Инесс, они начали смеяться вместе. В этот день утром генерал Чернол должен был улететь в Стокгольм. Его сотрудники уже дали знать из Сальвадора, что прибывшая туда пара сумела закрепиться и теперь ждала катера с грузом Луиса Эреры. Сергей Валентинович был в хорошем настроении. Он готовился вылететь, надеясь, что последние два дня перед операцией пройдут по намеченному плану. Но он не знал, что его постигнет столь жестокое разочарование. Даже самый надежный план должны притворять в жизнь обычные люди. А среди них бывают герои и трусы, патриоты и предатели, шпионы и разведчики. Смотря с какой стороны к ним подходить. Шифровка, полученная в кубинской разведке, стала известна и одному из осведомителей бывшей советской, а теперь российской разведки. Лишь 31 мая, поздно вечером, ему удалось передать сообщение в российское посольство, встретившись с одним из сотрудников посольства. И пока вертелась бюрократическая машина, пока донесения осведомителя проверяли, докладывали, перепроверяли, изучали, прошел весь день. И, наконец, к вечеру Чернова вызвали в посольство, и резидент российской разведки на Кубе сообщил ему самую неприятную весть в жизни. Кубинцы знали, что Уэйс Эрера встречался с полковником Полом Бигсби. Шифрованный текст, представленный осведомителем, не вызвал ни малейшего сомнения. Рамон просто играл с Черновым, слушая его версии. Ему было известно, что после встречи с Мануэлем, Эрера встретился с Бигсби. И, значит, катер Эрера и вся его команда будет находиться под контролем американцев. Чернов с ужасом осознал, что вся его операция, подготовленная так тщательно, может провалиться. Следовало срочно исправлять ситуацию. Если с главным замыслом все было в порядке, то отвлекающий маневр, задуманный им для подкрепления главной версии, мог оказаться проваленным. Нужно было немедленно принимать меры. Для начала он поехал к Рамону, попросив начальника отдела его срочно принять. Рамон принял его немедленно. Рамон, понимая, что произошло нечто исключительное, если генерал вдруг решил сдать билеты и не лететь с тогоем. Но он был мрачен и хладнокровен, как всегда. Чернову нужно было сыграть виртуозно. Он понимал, что это его бенефис. И вложил в эту сцену весь опыт своей жизни и своего мастерства. Мы получили срочное сообщение в нашем посольстве. Начал он, едва переступив порог кабинета Рамона. Что произошло? Американцы сумели взять под контроль наш груз, задыхая, сказал Чернов. Они контролируют его продвижение. РР и его команда находятся под контролем американцев. По нашим сведениям, Луис РР встречался с полковником американской разведки Полом Бигсби. Когда вы получили это сообщение? Уточнил Рамон. Он вдруг необычайно оживился, даже улыбнулся. Только что. Я приказал немедленно сворачивать всю операцию в Сальвадор. Мои люди должны покинуть Сальвадор через три часа. Нужно спасти моих сотрудников. Чернов поразился перемене, происшедшей с кубинским разведчиком. Из мрачного, задумчивого, меланхоличного типа он превратился в веселого и энергичного человека. Рамон явно ожил. Мы вам поможем. С небывалым энтузиазмом, сказал он, поднимая трубку. У меня генерал Чернов, сообщил он по телефону. В их посольство только что пришло сообщение о встрече РРР с полковником ЦРУ Полом Бигсби. Нет, я ему еще не сказал. Конечно, сейчас придем. Да, спасибо. Он положил трубку. Это Хосе, он просит, чтобы мы зашли к нему. Спрашивает, что я вам рассказал, я ответил, что вы не знали до сих пор о встрече Бигсби и РРР. Вот сволочи научились на нашу голову весело, подумал Чернов. Ведь хорошо работают ребята. Они наверняка знали о встрече РРР и Бигсби. Наваляли дурака, делали вид, что верят в мои сообщения. А сами просто не выпустили бы катер РРР из территориальных вод Кубы. Американцы тоже хорошие дураки. Я всегда считал Бигсби надутым индюком. Мог бы и не сам встречаться с этим кретином РРР. Теперь все нужно срочно менять. Иначе кубинцы поймут нашу операцию. Придется лететь опять в Мехико. Но это деталик. Главное, что до оставшегося срока осталось два дня. И у нас на Кубе все в порядке. С катером мы разберемся. Найдем другой. Это, в конце концов, и не проблема. — Пойдемте, Амиго, — сказал Рамон, пропуская генерала вперед. — Теперь я для них, товарищ. Чернова немного веселила подобная ситуация. Хотя всего полчаса назад ему было не до веселья. Они вышли в коридор. — Мы вам не доверяли, — негромко сказал Рамон. — Простите нас, товарищ генерал. Мы думали, что вы, русские, решили действовать заодно с американцами, с этими Янки. Мы давно следили за Эрррой и смогли установить факты во встрече с Бигсби. Просто не хотели вас огорчать. Мы не знали, это ваше задание, или Эррр просто предал вас. Поэтому и молчали, пытаясь все проверить. Думаю, вы поймете нас правильно и не будете обижаться. В кабинете руководителя кубинской разведки и Хосе бросился навстречу Чернову и крепко обнял его, словно обретая потерянного друга. До этого он даже не хотел меня принимать. — Как все-таки здорово, что это случилось. Теперь страховка для нашей операции получена. Чернов почувствовал, что задыхается в тесных объятиях Хосе. — Мы сумеем нормально завершить операцию. Но нужно будет внести некоторые изменения в наши планы с американцами. У них не ЦРУ, а проходной двор. Все о всех знают. Столько кубинских эмигрантов убежало в Америку. Каждый второй наверняка разведчик с Кубы. — Эти пустомели готовы их принимать, кормить и даже давать работу в своих ведомствах. Поэтому у них ничего и не выходит. Демократия — вещь очень опасная. Это прежде всего полное отсутствие дисциплины, — считал Чернов. — Мы очень беспокоились за ваших людей, — торжественно сказал Хосе. — Я думаю, Сергей, ты меня понимаешь. Мы ведь не знали точно, зачем ты приехал. Как враг или друг, ты говоришь, что катер пройдет на встречи с твоими людьми и зайдет по дороге на Кубу. А мы узнаем о встрече РРС с Полом Бигсби. И после этого, конечно, не доверяли ни тебе, ни твоим людям, ни этому катеру. Поэтому мы очень беспокоились. Нам казалось, что изменения, происходящие в вашей большой стране, толкнули вас в объятия американцев. Нам не хотелось в это верить. И мы все проверяли много раз. Спасибо, что ты пришел, Сергей. Теперь мы знаем, что вы по-прежнему друзья. Настоящие друзья. Я уже приказал отозвать моих людей. Они срочно покинут Сальвадор, — сказал Чернов. Правильно, если нужно, наши люди выведут их через границу. Не успеют с отчаянием, — подумал Чернов. За два дня их не успеют вывезти. И они могут остаться в руках кубинских разведчиков. Впрочем, через два дня здесь начнется такое, что об этом лучше не думать. Придется отдать ребят. Если сейчас откажусь, снова вызову подозрение. Жалко Ирину. Она такой хороший материал для работы. Но ничего не поделаешь. Конечно, согласился он. Пусть ваши люди помогут спасти наших сотрудников. Наши не сумеют уйти самостоятельно. Все аэропорты и морские порты будут перекрыты. Американцы постараются взять их живьем. Когда они покидают город, — спросил Ромон. Они едут в сторону южной границы, — посмотрел на часы Чернов. Завтра утром они постараются выйти на связь. У вас есть там свои люди. Нужно будет скоординировать всех наших людей в этом районе. Строго приказал Хосе. Спасти их разведчиков обязательно. Они не должны попасть в руки американцев или сальвадорцев. Сделаем, — пообещал Ромон. Из посольства приедет человек для связи с вами, — предложил Чернов. А я сам рано утром вылечу в Мехико. Нужно организовать коридор для их отъезда. В Мексике мы тоже можем помочь, — предложил Хосе. Теперь нужно было есть это говно до конца, — со злостью подумал Чернов. Ничего не поделаешь. Не нужно было влезать в эту авантюру вместе с американцами. На стыке между двумя разведками всегда могут произойти некоторые трения. Но как Бигсби мог допустить, что о его встрече с РР и узнали на Кубе? Тоже мне профессионал. А еще полковник. Столько лет работал против них. Постарел, видимо. Сдавать начал старик. Может, и он сам старик с ужасом спросил себя Чернов. И в этой операции есть его собственные ошибки. Он не любил заниматься самоедством и заставил себя переключиться на другие мысли. «Надеюсь, хоть Бернардо нас не подведет, — вспомнил генерал. Сегодня у него важная встреча. Ему объяснят, зачем он столько времени провел в этой инвалидной коляске. Надеюсь, принц умеет его правильно сориентировать. Бернардо — человек рассудительный. Лучший его ученик должен он все понять правильно. А если не поймет, тогда задуманное осуществит сам принц. И никаких других вариантов уже быть не может. До назначенного срока осталось всего два дня». «Вы вернули нам веру в нашу дружбу», — торжественно говорил Хосе. Роман радостно улыбался. «Интересно, что он скажет после третьего июня?» — усмехнулся Чернов. Назовет нас иудами и предателями. Впрочем, это его личное дело. В разведке каждый должен помнить прежде всего о своих собственных интересах. Иначе это не разведка, а дом Сабеса. Здесь никого не содержат за счет другого, здесь живут только за счет других. Это главный принцип любой разведки. Кстати, третьего его самого тоже не будет на острове. Нужно еще немного отыграть. Может, это его последнее публичное выступление в жизни. После успешной операции его могут наградить, похвалить и снова отправить на пенсию. Впрочем, пусть отправляются. Его операция войдет во все учебники по истории разведки всех стран мира. Придумать такую гениальную комбинацию, которую он придумал с Бернарда, не сможет никто. Это его идея и его руководство. Это он придумал такой сложный, такой изящный вариант, позволяющий подойти к объекту на максимально близкое расстояние. Теперь нужно только спустить курок. Промахнуться с расстояния в три метра Бернарда не сможет, даже если захочет. Это исключено. «Мы всегда будем друзьями Кубы и ее народа», — патетически воскликнул Чернов. «Мы это знаем», — почти крикнул Рамон. Как странно отметил генерал, когда дело касается революции, они становятся прямо неистовыми фанатиками. Причем это не поза, это их нормальное состояние. А в другие моменты Рамон — умный, наблюдательный, сосредоточенный человек. Что идеология делает с людьми? Чернов не верил ни в Бога, ни в дьявола, ни в коммунизм, ни в капитализм. Он был профессионал. Его интересовали только результаты своей деятельности. Вся остальная идеологическая шелуха была постольку-поскольку. Он и раньше редко помнил, что он коммунист. А после августа 91-го вообще забыл про это. Хотя голосовал на выборах, конечно, за коммунистов. Они наиболее последовательно выступали против разрушителей, разваливших великую страну. А к этим господам Чернов всегда испытывал отвращение. Он даже до сих пор держал дома партбилет, полагая, что в российской истории уже много раз бывали моменты, когда ответная волна бывала сильнее прежней. «Мы будем вместе бороться с американским империализмом», «восторженно», — сказал Ромон. «Мы будем всегда вместе», — поправил его Хосе. «Какая чушь», — подумал Сергей Валентинович. «Знали бы они, какова цель операции «Мрак под солнцем». Они бы меня живьем из кабинета не выпустили. Прямо здесь в глотку вцепились бы. «Я пришлю своего человека для координации действий, а вы дадите мне адреса и имена своих людей в Мексике», — предложил он. «Будьте осторожны в Мексике», — сказал Ромон. «Там недавно был большой взрыв в местном бюро американского ЦРУ. Погибли все сотрудники. Мы пока не знаем, кто это организовал». «Их чертова демократия! И наша тоже!» «Вот так!» — взрывает уже разведчиков, — раздраженно промелькнуло в его голове. «Американцы начали какую-то игру», — добавил Хосе. «Вам нужно быть очень внимательным. Мы не можем разгадать, что это за игра, но мне кажется, что ваши догадки насчет их агентов в вашей разведке соответствуют действительности. Мне Ромон рассказывал о вашей беседе». «Да», — подхватил Ромон, — «они даже хотели вбить клину наши отношения. Неизвестный человек позвонил в наше посольство в Москве и сообщил, что в начале июня намечается переворот на острове. Мы поэтому уделяли так много внимания вашим людям и вашим связям, генерал. Теперь мы понимаем, что это была обычная провокация американцев, но звонок в Москве нас сильно смутил. Поэтому мы начали проверять все возможные варианты. Думаю, вы нас понимаете, генерал? Конечно. Он все-таки нахмурился, тем более, что это соответствовало тому сообщению, которое ему сейчас сказали. «Нужно попросить более тщательно проверить, кто из офицеров российской разведки мог позвонить в Кубинское посольство». «Проклятый ублюдок. Идва не подставил их всех, а он еще ругал американцев. Видимо, не только у них в ЦРУ сидят дураки и предатели. В собственном ведомстве Чернова их тоже достаточно. Нужно будет срочно передать запрос в Центр, иначе этот неизвестный захочет позвонить снова и на этот раз уточнит более конкретную дату переворота с подробностями про третий июня. Этого допустить никак нельзя». «Может, на Мехико есть вечерний рейс?» — спросил он Рамона. «Я бы улетел прямо сегодня ночью». «Мы ценим ваши чувства, генерал, и понимаем вашу тревогу», — сказал вместо своего сотрудника сам Хосе. «Постараемся вам помочь. Все, что от нас зависит, мы сделаем. А вы можете спокойно заниматься своим делом, сальвадорскими товарищами мы займемся сами». «Вот уж на кого мне точно наплевать, так это на сальвадорских товарищей». Чернов посмотрел на часы. «Нужно будет самому звонить Москву, даже рискуя, что их могут прослушать. Но зачем звонить из посольства? Он ведь может позвонить прямо отсюда и рассказать о подобной провокации заместителю директора службы внешней разведки. Тот не ребенок поймет, где и как нужно искать. Кубинцы не будут, конечно, знать, что круг поиска будет ограничен самими сотрудниками разведслужбы. А телефонный звонок, сделанный прямо из кабинета Хосе, значительно укрепит их доверие и даст им понять, насколько русские встревожены появлением таких тенденций. «Нерушимый дружбу между россиянами и кубинцами не сможет нарушить никакой провокатор». «От вас можно позвонить?» — спросил Чернов. «Конечно, куда вы хотите звонить?» — спросил Хосе. «Мне нужно срочно связаться с Москвой. Сообщите им об этой провокации, о звонке неизвестного ваше посольство». Хосе и Рамон переглянулись, понимающие, улыбаясь друг к другу. «Конечно, генерала тревожит эта провокация. Они верные и надежные друзья Кубы, просто иногда вынуждены идти в фарватере американской политики. Сил пока у молодой России явно не хватает, чтобы разговаривать с Америкой языком бывшего Советского Союза». «Сейчас я прикажу вас срочно соединить», — сказал Хосе. «Давайте ваш телефон». Чернов продиктовал номер. Хосе послушно повторил. Буквально через пять минут дали нужный телефон. «В Москве Чернов попросил позвать к телефону заместителя директора. Он правильно рассчитал время. Здесь был уже поздний вечер, а там, в Москве, самый разгар рабочего дня». Трубку, наконец, взял сам заместитель директора. Ему доложили, что звонит Чернов, и он разрешил соединить звонившего с ним. «Это я, Сергей», — быстро закричал в трубку Чернов, словно беспокоясь, что заместитель директора сразу начнет говорить по обычной телефонной сети оперативный секрет. «Это было уже нервное состояние перегоревшего человека. На его звонок убедил кубинцев больше, чем все факты вместе взятые. Это был правильный шаг». «Что случилось?» — спросил голос из Москвы. «У нас здесь произошло ЧП», — сказал Чернов. «Понимаешь, кто-то позвонил в кубинское посольство в Москве и сказал о готовящемся на Кубе перевороте в начале июня. «Самая настоящая провокация». «Что ты сказал?» — не расслышал последнего слова заместитель директора. «Провокация! Американская провокация! Они хотят поссорить нас с кубинцами и устраивают такие вещи». «Неизвестный себя не назвал, но нам нужно проверить, все выяснить. Кто мог звонить в кубинское посольство? Это очень важно». «Понимаю», — сказал заместитель директора. «Он действительно все понимал. Нужно найти и наказать этого провокатора, который так вредит нашим братским отношениям», — продолжал бушевать Чернов. На другом конце другой генерал, уже не слушая его, вызывал к себе руководителей нужных отделов. Машина закрутилась. «Передаю вам горячий привет от наших кубинских друзей», — сказал Чернов на прощание. «Там его уже не слышали. В Москве объявили охоту на ведьм». Глава 34 В этот день неожиданно все работы были прекращены. У всех троих офицеров отобрали все документы по кубе. Почти все аналитические материалы. А потом начали допрашивать каждого в отдельности, проверяя по минутам, где они были и куда выходили в Балашихинском центре. Каждого офицера допрашивали трое сотрудников в штатском. Словно подозреваемые были очень серьезными фигурами в раскладе того пасьянца, который стремительно нарождался на самой кубе. Разговоры в основном касались кубы и ее лидеров. Только первого числа вечером, после многочасовых бесед и допросов, всех троих офицеров снова собрали у заместителя директора службы внешней разведки. Он был очень мрачен. «Пока мы с вами не виделись», — сказал он, глядя в стол, — «мы подозреваем, что один из вас троих звонил в кубинское посольство, предупреждая о возможном перевороте в начале июня. Я не буду говорить громких слов, что это измена Родине. Я не стану обвинять вас в предательстве корпоративных интересов. Мне важно знать, кто из вас это сделал и в какой форме. Учтите, что шансов у звонившего все равно нет. Скоро привезут детекторы лжи, и каждый на себе проверит их возможности. «Шанса обмануть машину у вас нет. Поэтому я жду». Они молчали. «А почему вы решили, что это один из нас?» — спросил Данченко. Никто другой не знал об этой операции. Во всяком случае, все, кто о ней знал, были далеко от Москвы. А неизвестный позвонил в посольство именно из Москвы. «Вы не считаете, что это оскорбительно для других офицеров?» — спросил Нилин. «Не считаю», — резко ответил заместитель директора СВР. «Речь идет о судьбе наших сотрудников. Они могут погибнуть в любую минуту из-за предательства одного из наших офицеров. Вам не кажется, что всякие разговоры об оскорблениях просто неуместны?» «Мы не знали точно, что и где должно произойти», — напомнил Максимов. «И мы не могли позвонить. Нас сразу изолировали. Мы звонили только домой. И то в присутствии старшего офицера». «Я бы очень хотел ошибиться», — сказал генерал, — «но мы проверили всевозможные варианты. О наших планах по Кубе знали только вы». «В таком случае арестуйте нас всех троих», — предложил Данченко. «Да выяснение в сайте сделано. И до тех пор, пока на Кубе не поменяется власть. Мы же не дети. Все понимаем. И зачем ввели разработки, и зачем искали замену нынешнему лидеру Кубы? Очевидно, скоро его уберут. Я прав?» Заместитель директора молчал. Только испытывающий оглядывал всех троих и сказал «Фидель обречен, и наша задача — удержать Кубу». Все трое офицеров подавленно молчали. «Какие мы все сволочи!» — вдруг громко сказал Данченко. «Что вы имеете в виду?» — спросил заместитель директора. «Нашу верность!» — вместо Данченко ответил Максимов. «Мы провели компьютерный анализ», — сказал Нилин. «При любом раскладе в случае смерти Кастро на Кубе начнутся беспорядки. Нам нужно быть к этому готовыми. И никаких других вариантов просто не существует». «Это было обязательно делать?» — спросил Максимов. Заместитель директора растерялся впервые в жизни. «Зачем вы меня об этом спрашиваете?» — нервно дернулась у него щека. «Просто хочу знать меру нашего падения», — ответил Максимов. «Это не смешно. Мы знаем». Генерал отвернулся, взял трубку, кому-то позвонил. «Как дела?» — спросил он. «Видимо, там его успокоили, и он положил трубку». «Сейчас наладят машины», — сказал он. «Я очень не хотел прибегать к подобной процедуре, но, видимо, у нас нет другого выхода». И его офицеры молчали. «Вы меня спросили», — сказал вдруг генерал. «Я отвечу. Вы напрасно думаете, что вы все благородные мушкетеры, а мы монстры, предающие своих друзей и союзников». Вопрос стоит очень жестко. Сразу три восточноевропейские страны обратились к НАТО с просьбой принять их в этот военный блок. Мы, естественно, выступили против. Но сессия НАТО готова уже в начале ее не рассмотреть, вопрос о приеме новых членов. Это значит, что граница НАТО придвинется к самым нашим границам. Следом за ними в североатлантический блок просится прибалтийские государства. Вы понимаете, что может произойти? Нужно было об этом раньше думать, — всталил Нилин, когда Горбачев и Шаварнадзе сдавали восточную Германию. Это была их проблема. Это теперь наша проблема. «При чем тут Куба?» — спросил начинающий догадываться, в чем дело Данчинг. «Наше министерство иностранных дел смогло договориться с руководством Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Генерал вздохнул. «Кроме меня, об этом знают очень немногие люди, но через два дня это будет уже не тайно». «Фиделя не будет», — понял Максимов. «Верно. И это та малая сцена, которую мы должны заплатить за отказ НАТО принять в свои ряды восточноевропейские страны. Другого выхода помешать им просто не существует». «Товарищ генерал», — сказал Нилин, «Вы ведь знаете историю. На предательстве своих друзей нельзя строить собственное благополучие. Это аморально и преступно. Вы так не считаете?» «Не считаю. Вы обязаны думать прежде всего об интересах своего народа». «Можно с вами не согласиться?» — спросил Максимов. «Не уверен». «В любом случае я не согласен». «Это ваше право, майор». Генерал посмотрел на всех троих и строго сказал, «Кончаем дискуссию. Здесь ни Дума и ни парламент. Прошу всех пройти проверку на детекторах. После окончания снова соберемся здесь, в таком же составе. Все свободны». Они вышли втроем из кабинета и разошлись по заранее приготовленным комнатам. Максимов сел на стул в своей комнате, достал сигареты, закурил. Это не он звонил в кубинское посольство. Но он понимал, что на подобный отчаянный шаг может пойти только офицер с устоявшимися убеждениями. Сейчас ему было стыдно. Стыдно, что этот поступок совершил не он. И все равно в душе Максимов полагал, что звонивший является предателем, какими бы благородными мотивами он ни руководствовался. Максимов продолжал курить. Он не был сентиментальным человеком. Он был таким же прагматиком, как заместитель директора СВР. Но в отличие от того, полагал, что измена и предательство собственных друзей всегда чревата потерей всех друзей и всех союзников. И это тревожило его более всего остального. Спустя три часа детекторы показали, что все трое офицеров не всяких подозрений. Очевидно, звонивший просто связал массу критических статей в адрес Фиделя с политикой собственного правительства и решил таким необычным способом привлечь внимание кубинцев к этим проблемам. Но легче от этого не было. Наступило 2 июня. Последний день перед убийством Фиделя Кастро. Воспоминания Андрей Козырев был первым министром иностранных дел независимой России. На трудный вопрос, от кого независимый, ответа не сумел бы дать и сам министр иностранных дел. Но сугубо историческим фактом является его пребывание на посту министра иностранных дел России после распада Советского Союза. Родившийся в семье дипломата, маленький Андрюша просто обречен был с раннего детства на учебу в самом престижном и элитарном вузе страны МГИМО и работе где-нибудь в Австрии или Люксембурге, в этих прекрасных центрах Европы, где спокойствие и порядок, казалось, присутствовали на генетическом уровне. В самом МИДе он был прекрасным помощником при многих заместителях министров и начальников управления. Неизменно ровный, дружелюбный, приветливый Андрюша снискал в себе любовь и уважение своих сослуживцев. Но главное, он оказался очень полезен тем настоящим профессионалам, на которых, собственно, и держится Советский МИД. Его великий предшественник на посту министра иностранных дел огромного государства по странному стечению обстоятельств был и его тезкой. И если первый Андрей получил во всем мире однозначное прозвище Мистер Нет, то второго мир очень скоро назвал Мистером Да. Андрюша Козырев мог оказаться в любом из посольства за рубежом, но случайно попал на пост министра иностранных дел Российской Федерации, когда само министерство было довольно опереточным учреждением, не имело ни одного посольства за рубежом, и весь штат которого, включая уборщиц и водителей, состоял из нескольких десятков человек, но зато была провозглашена независимость. Козырев держался очень осторожно, пока август 91-го не определил, на чью сторону склонилась чаша весов. И только тогда Андрюша Козырев позволил себе право выбора. Он становится самым неистовым, самым радикальным, самым неперемиримым демократом среди окружающих президента Ельцина людей. Год 92-й — это пик моды на демократов, и Козырев примеряет это странное платье. И сначала вся страна, а потом и весь мир с удивлением, граничащим с сожалением, узнают, что в мире появляется мистер «Да». Политик готовый поступиться любой выгодой для своей державы, любыми принципами, и любым союзникам во имя торжества демократии, конечно, западной, и прогресс. Саму демократию Андрюша Козырев понимает как систематические уступки другим, только очень западным и очень демократичным государством. С ними у него всегда идеальный диалог. А вот все остальные, явно недоразвитые нации, не сослуживают такого уважительного отношения, и с ними он говорит строго и очень грубо. Следующий год будет годом его отчаянной балансировки. Парламент несколько раз ставит вопрос о снятии мистера «Да» со своей должности, об отрешении подобного руководителя от руководства иностранными делами. При этом Андрюша проявляет удивительную изобретательность. На одной из международных встреч он выступает как настоящий ястреб войны. Когда у соседних министров иностранных дел кончаются запасы валидола, выясняется, что милый Андрюша просто шутит, пытаясь показать всем, что будет со страной, если уйдет такой демократ, как он. На его счастье, в это время главный гарант демократии просто расстреливает непокорный парламент. Расстреливает из танков, и Козырев может спокойно оставаться в своем кресле и на будущий год. Но Андрюша знает, что в этом мире ничего не прочно. Партия власти, демократа, команда Гайдара все еще власти и Козырев выдвигает свою кандидатуру в холодном Мурманске в депутаты Государственной Думы. Разумеется, при этом все подчеркивается, что он демократ. Слово «патриот» тогда не произносится. Оно просто ругательное слово в устах правящей партии. Выборы закончились триумфальным поражением партии власти. И умненький Андрюша Козырев спешит примерить на себя новые одежды, новую моду. Он теперь становится государственником, а с будущего года уже и патриотом. Как настоящий патриот, он от всего сердца приветствует введение войск в Чечню и тут же отрекается от демократов, заявляя, что всегда был подлинным патриотом и государственником. Еще через год глава правительства создает свой правительственный блок «Наш дом – Россия» и выясняется, что Андрюша всегда был настроен проправительственно, он любит государственных мужей, он прагматик до мозга костей, он даже подсмеивается над демократами. Подобные превращения, происходившие со многими государственными мужами, стали апофеозом той безнравственности, которая была заложена в конце 80-х, когда предательство союзников становится нормой, измена интересам собственной стороны называется борьбой за демократию, а отказ от собственных идеологических воззрений объясняется гибкостью и умом политика. Каковы времена, таковы и нравы. Глава 35 Весь день 1 июня они были вместе как подлинные молодожены, стремящиеся проводить друг с другом как можно больше времени. Габриэла, видя их постоянные улыбки, тоже расцвела. И казалось, что они просто помирились. Только Жоакин не замечал очевидности изменения их отношений. Безнадежно влюбленный Винес, он глядел на нее преданными глазами, стараясь угождать ей во всем. Судя по всему, это не мешало их чувствам с Габриэлой. Девушке понравился этот молодой, скромный, застенчивый врач, а ему нравилась ее бесшабашность и храбрость. Бернардо однажды слышал, как они договаривались встретиться ночью, когда уснут старики. Так почтительно они именовали сорокалетник Бернардо и Инна. И эту ночь они снова провели вместе. И снова проснувшись утром, Бернардо подумал, что счастливее него нет никого во всем мире. Ему начинала нравиться собственная женитьба. Но его очень беспокоили последние слова Чернова. Несмотря на его жесты и слова, 1 июня связной от генерала так и не появился. Правда, ласки и любовь Инны смогли как-то сгладить его тревогу, но он по-прежнему находился в ожидании связного. Утром они завтракали вместе как всегда. «Сегодня очень хорошее море», сказала мечтательно Габриэла. «Оно такое ласковое и доброе, словно большая колыбель». «Вы никогда не писали стихов Габриэла», спросил у нее Бернардо. «У вас очень поэтический язык». Девушка смутилась, покраснела. «Море сегодня действительно великолепная», согласилась Инесс. «Может, мы вместе пойдем купаться?» «Вместе это вдвоем, ты и Габриэла», уточнил Бернард. «Вместе это вчетвером, вы можете пойти с нами», предложила Инесс. «Но я не смогу купаться, сидя в коляске, зато ты сможешь быть рядом с нами», улыбнулась женщина, «и мне будет приятно, что ты рядом». «Тогда я согласен», обрадовался Бернардо, ему так нравилось, когда она улыбалась. Жоакин, не сказав ни слова, пошел собирать вещи. На пляж они попали чуть раньше других, и женщины, скинув платье, побежали в море. «Жоакин», закричала Габриэла, «идите к нам». Мараканец пожал плечами, как настоящее дитя пустыни он не любил и не понимал моря, предпочитая сидеть на берегу среди песка. Кроме того, он не умел плавать. Так, во всяком случае, он сам утверждал. Бернердо радостно наблюдал за любимой женщиной. Ему было покойно и хорошо. Он достал платок, чтобы вытереть лицо, но внезапно платок упал на землю. Бернердо наклонился, чтобы его поднять, и вдруг заинтересовался боковой трубкой, висевшей справа. Как он раньше ее не замечал? Интересно, что это за трубка? Функционально она здесь не нужна. Он подергал ее. Кажется, она даже отвинчивается. Бернердо с интересом начал тянуть эту небольшую трубку из хромированной стали в свою сторону. И вдруг услышал незнакомый голос. «На вашем месте я не стал бы этого делать». Бернердо с изумлением оглянулся. Эти слова произнес Жоакин, стоявший прямо за его спиной. «Но как?» произнес. Это был совсем другой человек. Глаза сузились, улыбка исчезла. «Как я мог дать ему двадцать пять?» Ему все сорок, подумал испугавшийся Бернердо и почему-то шепотом спросил. «А почему нельзя трогать?» Бернердо по-прежнему смотрел на женщину. «Это оружие», он говорил, не разжимая губ. «Какое оружие? Может, марокканец перегрелся на солнце?» подумал Бернардо. «Ваше оружие?» невозмутимо ответил Жоакин. «Ничего не понимаю», нахмурился Бернардо. «Какое оружие?» И снова он испытал еще большее потрясение, когда услышал следующую фразу Жоакина. «Вам привет от Сергея Валентиновича». «От кого?» «Если бы привет передавал Габриэлу, он удивился бы меньше, но Жоакин — это воплощение скромности и спокойствия?» Сергей Валентинович просил сказать, что надеется на ваш успех. Жоакин, улыбнувшись, помахал Габриэль. «Вы из СВР? Это не имеет значения». «Да-да, конечно, но как?» «Впрочем об этом потом?» «Что я должен делать?» «Завтра вас пригласят на день рождения». «Откуда вы знаете?» «Знаем», уверенно сказал Жоакин, «Я принц». «А может, слышали обо мне?» «Кое что?» «Вас не было в группе чиновника, как и вас. Он готовил две параллельные группы, и поэтому мы не знали друг о друге. Я слышал о вас, маркиз, знаю, как вы действовали в Анголии и Румынии». «Это вы в Египте стреляли в Анвара Садат?» «У нас было много интересного», усмехнулся Жоакин. «Кажется, я догадался. Это вы убрали несчастного Альфреда». «Верно, но почему?» «Он нам мешал?» «Кому это нам?» «Сам и мне». «Он был сотрудником кубинской разведки». «И Несс тоже с ними сотрудничает?» «Я знаю», спокойно ответил Жоакин. «Надеюсь, ее вы убирать не будете?» спросил Бернарда, «хотя бы не предупредил меня». «Не буду», улыбнулся Жоакин. «Она ведь ваша жена, а Альфреда был всего лишь слугой». «Вы его убили». «Теперь я понимаю, почему полиция так до сих пор и не может найти убийцу». «Должен признаться, принц, что маскировка у вас отменная. Хотя подождите, вы же встречаетесь с Габриэлой. Вам не страшно? Вы убили ее отца, и теперь спите с дочерью? У вас есть совесть, Жоакин? А у вас? Вы тоже спите с Иннес? Ну, я, по крайней мере, не убивал ее отца. Согласитесь, это большая разница, но каким образом вы смогли выйти на Иннес и ее косметолог? Между моим ранениями вашим появлением прошло не более получаса. Мы знали, что вы будете ранены, невозмутимо сказал Жоакин. С моря доносились веселые крики женщин. Как вы это могли знать, недоверчиво переспросил Бернарда? Мы знали, поэтому меня подготовили. Операция по моему внедрению продолжалась более трех месяцев. Это все делалось, чтобы я мог встретиться с вами и приехать на Кубу. Значит, поездка в Сальвадор это всего лишь прикрытие? Да. И никого спасать не нужно? Улыбка чуть тронула губы Жоакин. Бернарда поражался переменам, происшедшим с марокканцем, словно перед ним стоял абсолютно другой человек. Не нужно. Это всего лишь прикрытие, чтобы катер Эрреры мог войти в территориальные воды Кубы. Вчера вечером я получил сообщение, что вместо Эрреры сюда зайдет американская прогулочная яхта. Видимо, Эррера чем-то не устроил наших руководителей. Значит, главное направление это мы. Это вы, маркиз. Главный удар должны нанести вы. Завтра вы будете приглашены на день рождения. Там будет лицо, которое нас интересует. В ваше кресло вмонтирован хромированный пистолет, которым вы завтра воспользуетесь. У вас еще есть вопросы? Как им пользоваться? Я не знаю, как его оттуда достать. Я вам покажу. это кресло делали целых три месяца по специальному заказу. Значит, вы специально заказали это кресло, вздохнул Бернардо, и столько времени валяли до рака. Валили мне новинку, а сами знали, что в кресло будет монтировано оружие. Значит, меня из-за этого оставили на кубе? Все остальные действия центра это ваше прикрытие. Вам нужно попасть в одного человека. К нему очень трудно подобраться, но завтра он подойдет к вам на расстоянии нескольких метров. Как только вы сделаете выстрелы, вас увезут. Штурмовая группа уже готова. Ваша задача только выстрелить. Откуда вы знали, что на меня будет покушение в Мадриде? Снова спросил. У нас была информация. Уклонился от ответа Жоакин. Врешь. Вдруг убежденно сказал Бернардо. Ты все врешь, сукин сын. Теперь настала очередь удивляться Жоакину. Вы с ума сошли? Нервно сказала наглядываясь. Нас могут услышать. Дурак. Я же все сразу вычислил. Ты гениальный нелегал, но глупый аналитик. прошипел белый от ярости Бернардо. Значит, говоришь, три месяца кресло делали. Три месяц. Значит, заранее знали, что меня должны ранить в Мадриде именно в ногу, именно в это место. И тебя тоже готовили три месяца с расчетом, что я был ранен. Они заранее знали, что я буду ранен. Понимаешь, заранее знали. Ох, какой сукин сын наш генерал. Какой сукин сын. Это он все придумал. Я ведь его стиль хорошо знаю. Кто-то из наших снайперов подстрелил мне ногу, а потом сразу появился ты, бедный врач мараканец. Говорите тише, попросил Жокин. И меня повезли в Мексику, где случайно подвернувшийся нам врач лицо вне всяких подозрений убивает Альфреда. Убираю последнего стоящего на нашем пути. И наконец в Мехак ты вдруг находишь журнал, где описывается это кресло. Журнал ты нашел несколько дней назад, а кресло делает уже три месяца. Значит, и журнал подбросили. И меня кладут в кресло, чтобы я выполнил задание чиновник. Вот подлецы. Он рассмеялся. А вообще гениально придумано. Если бы не моя нога поставил бы вам пятерку за изобретательность. Такой трюк мог придумать только Сергей Валентинович. Это вполне в его духе. только не говори мне, что снайпер случайно попал мне в ногу. Все равно ведь не поверю. Жакин молчал. Он глядел в море, где купались женщины. «У тебя действительно есть путь для отступления? Или это тоже блеф? Есть. Хорошо. Сегодня, пока женщины будут переодеваться, пока уж мне как открывать эту трубку. Вот сволочи, что придумали. И инвалиды, и кресла, конечно, никто проверять не будет. Она ведь металлическая. придумывал не я. Обиженно выговорил Жакин. Я только передаю поручение Сергею Валентиновичу. Спасибо. Ты очень любезен. Врач, надеюсь, ты настоящий. А то скоро, по легенде, мне и ногу должны будут отрезать. Настоящий усмехнулся Жакин. А нога у тебя в порядке. Уже через неделю сможешь бегать. Ничего серьезного нет. Надеюсь, но ты не сказал мне еще имени, чье завтра рождение, что нас точно пригласят. Уже пригласили, я слышал, как утром звонила Вильма Кастро. При чем тут она? Завтра день рождения ее супруга Рауля Кастро. Ну и что? Твой объект его брат. Он обязательно будет на дне рождения своего брата. На этом я и строил весь расчет. Фидель, прошептал Бернарда, значит, это судьба. По берегу к ним бежали улыбающиеся женщины. Глава 36. Когда наконец загорелся свет в комнате, можно было увидеть сразу два растерянных лица. Эдгара Леймена и Роджера Робинсона. Последний снял с глаз аппарат, позволяющий двигаться в темноте и видеть все объекты. Убрал его в сторону. Ради этого вы убрали столько людей, тихо сказал он. А вы считаете, что это много? Неприятно улыбнулся Леймена. Мы мечтали об этом столько лет. Еще при Кеннеди. ЦРУ разрабатывал планы убийства или устранения Фидель. Мы 35 лет терпим у наших берегов эту русскую базу и ничего не можем с ними сделать. И вот наконец только сейчас у нас появился шанс. Почему только сейчас? Его уберут сами русские силами своей агентуры. Подробности я не знаю, но как только уберут Фиделя, мы сразу начнем активные действия. Об этом мечтали еще наши отцы Роджер. А тут появляетесь вы и срываете нашу операцию своими дурацкими запросами, своей неуемной активностью. Неужели это действительно непонятно? Но почему русские пошли на это? Им для чего нужно устранить Фиделя? Он ведь их союзник. А деньги? Что даст им деньги, если не международный валютный фонд? А прием в НАТО их соседей? Мы ведь вполне реально можем заморозить прием Североатлантический блок новых членов НАТО. Подробности я не знаю, но их министр иностранных дел и наш государственный секретарь обо всем договорились, разграничив пределы наших взаимных обязательств. И после этого соглашения стала возможна операция по устранению Фиделя, которую должны провести сами русские. Вы понимаете, Роджер, как это здорово. они 35 лет защищали его от нас, а теперь сами и придушат. Ничего лучше придумать было нельзя. Но при чем тут мои люди? Не будьте идиотом, взвизгнул Лейман. Это ведь элементарно. Вы должны понимать диалектику разведки, ее неизбежные потери. Да, должен понимать, но я не понимаю. Что вы сказали? Энгер Лейман, вы сукин сын и негодяй. Из-за таких, как вы, мы оказались втянуты в войну во Вьетнаме. Из-за таких, как вы, мы стали мировым жандармом и нас презирает во всем мире. С вами невозможно спорить. Лейман снял свои очки, протер их и снова надел. А я не собираюсь с вами спорить. Я просто сейчас убью вас во имя высшей целесообразности. В разведке ведь это неизбежные потери. Так вы, кажется, сказали. Он вытащил свой пистолет с надетым глушителем. Вы с ума сошли, закричал Лейман. Нет, я просто делаю то, что давно хотел сделать. Убиваю мерзавца. Это так приятно, мистер Лейман. По коридору кто-то быстро спешил к их комнате, резко постучал. «Мистер Лейман, вы нас звали?» Роджер навел пистолет на Эдгара, покачал головой. «Нет», хрипло отозвался Лейман, чуть закашлялся и снова сказал «Нет, я вас не звал». Спрашивающий повернулся и пошел по коридору в обратную сторону. «Что теперь?» прошептал синий от ужаса Лейман. «Где сейчас находятся Харгрифс и Бигсби», шепотом спросил Роджер. «Не нужны их адреса». «Вы с ума сошли?» задыхался Лейман. «Туда нельзя!» «Это мое дело, Лейман, скажите, где они находятся?» Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Эдгар прошепел адрес. Роджер знал этот дом и эту улицу. «Их там двое?» спросил он. «Не знаю, над ним вы так легко не попадете. Харгрифс очень подозрительный человек», сказал Лейман. «У вас не будет шансов». И словно в подтверждение его слов внезапно раздался громкий крик, тысячекратно усиленный мегафоном. «Роджер Робинсон, мы знаем, что вы в доме. Это говорит полковник Харгрифс. Предлагаю сдаться добровольно. Ваше сопротивление бесполезно». Лейман скочил с кресла. «Вы слышали?» закричал он. «Я ведь говорил, они знают все. Они знают, где вы находитесь». «Сколько там?» спросил Роджер, пригибаясь. «Откуда я знаю?» огрызнулся Лейман. В это время стоявший внизу на улице Бигсби осторожно говорил Харгрифсу. «Я его знаю. Он не будет сдаваться ни при каких условиях». «Тогда он покойник», дернулся Харгрифс. «У нас нет другого выхода. Третьего июня все должно быть чисто». «Это так глупо», в сердцах сказал Бигсби. «Почему нужно во имя секретности обязательно убивать наших людей?» «У нас нет другого выхода», развел руками Харгрифс. «Что сказал вам Чернов? Он ведь звонил к вам сегодня ночью». «Кубинцы знают, что я встречался с Луисом Эррэрой и считают, что катер этого контрабандиста может быть подставкой. Поэтому Чернов просит, чтобы к Гаване подошла какая-нибудь другая яхта. Мы уже нашли нужную яхту, заменив катер Эррэрой». «Генерал подтвердил мне, что Фиделя уберут 3-го июня. Но только в том случае, если мы опять не организуем здесь нечто похожее на взрыв в Мехико. Зачем нужно было убирать столько людей, Харгрифс? Это же преступно». «Ты же сам говоришь, что кубинцы получили информацию о твоей встрече с Эррэрой. Ты хочешь, чтобы они имели другую информацию? У нас нет другого выхода, Пол. Такие колбои, как Робинсон, могут все испортить. И потом мы не можем отступать. Если он выживет и расскажет, нас не спасет даже смерть Фиделя. Нас просто всех отправят в тюрьму, не принимая во внимание наши прежние заслуги. «Не делай, как знаешь», раздраженно выговорил Бигсби. «Я уезжаю отсюда. Это не для меня. И потом сейчас темно. Ты представляешь, сколько своих людей он ведь не мальчик, а хорошо подготовленный офицер». «Ничего», успокоил его Харгривз. «У меня в команде есть неплохие специалисты». Роджер и Лейман снова услышали голос усиленный динамиком. «Мистер Робинсон, даю последние пять минут. Выходите, иначе мы будем стрелять». «Сколько их человек?» спросил Роджер. «Не знаю», надулся Лейман. В окно внезапно ударил луч прожектора. «Подойдите к окну и дайте им сигнал, что у вас все в порядке», приказал Лейман Роджер. Тот пожал плечами и сделал несколько шагов к окну. «Друзья, он, кажется, хочет сдаться», закричал Лейман, и в этот момент в окно ударило сразу три снайперских выстрела. Эдгар буквально отлетел от окна, сраженный силой удар, и упал на пол. Из разбитого виска текла кровь. Все три пули попали точно в цель. Роджер упал на пол. Прожектор снова осветил комнату. По лестнице кто-то поднимался. «Направо, они так нагло действуют», подумал Роджер. «Они вполне могут перестрелять друг друга, кажется, Эдгара не потеряли». Осторожней раздался чей-то крик. Роджер натянул свой аппарат на глаза и встал дверей в комнату. Дверь задрожала от сильных ударов и слетела стыдель. В комнату ворвались сразу двое, но Роджер аккуратно уложил их первыми двумя выстрелами. Он стрелял экономно, стараясь точно попадать в цель. Раздалось еще несколько выстрелов. Снайперы били точно в окно, но пока они его не видели. В ночной темноте трудно было его увидеть. Роджер выскользнул за дверь. Весь коридор был ярко освещен. Он двумя выстрелами разнес обе люстры, побежал по коридору. Комнату, где остался труп Леймана, уже обстреливали из тяжелого пулемета. Роджер побежал дальше, снизу опять кто-то поднимался. Кажется, и здесь целая армия. Он замер у стены и в тяжелодыша еще раз подумал, что отсутствие постоянных физических нагрузок сильно сказывается. Треск пулемета сиш. Его там нет, раздался чей-то крик. Это его немного удивило. Получается, что они смогли влезть в комнату Леймана и осмотреть ее. Там должно быть настоящие профессионалы. Теперь для него главное выйти из дома. В другом конце коридора есть небольшая дверь. Он выбежал туда и с размаху выбил дверь, срывая замок. Здесь, кажется, был их небольшой склад, а вот и окно. С этой стороны дома не стреляет. Он начал открывать окно, но оно не поддавалось. Роджер со злости быстро разбил стекло и буквально выпрыгнул из комнаты. По коридору уже бежали люди. Куля обожгла ему левое плечо. Все-таки они здесь поставили своего человека. Ох, как профессионально действуют эти ребята. Похоже, Лейман был прав. У Харгривса здесь очень серьезные парни. Он снова огляделся и бросился к ближайшему дереву. И опять пуля едва не задела его. Это уже насторожило Роджера. Получается, что у них есть тоже прибор ночного въединии, иначе они так не стреляли бы в темноте. Снайперы, конечно, как он мог их забыть. У снайперов на винтовках могут стоять такие приборы. Теперь ему будет очень тяжело. Роджер перевел дыхание. Нужно решать, что дальше. Он попытался встать. Все-таки в плечо они попали. Хорошо, что он в кевларе, и тот смягчил силу удара, но место попадания пули болело очень сильно. Все-таки сила удара была мощной. Там наверняка большой синяк. Он вскочил и почувствовал, как следующая пуля свалила его с ног. Попал, радостно крикнул кто-то. Он ощупал свое тело. Кевлар опять спас его, но в третий раз судьба может изменить ему. Развернувшись в сторону дома, он увидел двух снайперов. Не целя сделал первый выстрел. С диким криком снайпер упал. Пуля Роджера попала ему точно в горло. Сказывалась многолетняя тренировка Робинсона. Он знал, в какое место нападающего нужно стрелять, чтобы оно не было закрыто пуленепробиваемым жилетом. Со стороны дома бежали еще трое. Роджер выстрелил в них уже не целясь и снова ушел в кусты. посмотрел на часы был четвертый час утра. Найдите его, кричал Харгривз, пока Роджер, используя специальное приспособление в виде загнутых крючков, карабкался по дереву вверх. Он должен быть где-то здесь. Рассыпавшиеся по саду люди искали Роджера. Никто даже не думал смотреть вверх. Слишком тонкие длинные стволы были у хвойных деревьев в этой части сада. Роджер, не снимая своего прибора ночного видения, смотрел на эту цепь. Их было человек двадцать. Роджер понял, что ему с ними явно не справиться. Но вот Харгривз, он стоял у дома. Может можно в него попасть? Он прицелился. Нет, не попадет. Вдруг он увидел, как по дальней дороге ведущей к саду начали мелькать огни. Одна пара, вторая, третья. Кажется, сюда идет целая кавалькада машин. Похоже, Таринтини его не обманул. Привел с собой целый полк отборных командос, который сейчас очень кстати. Он еще успел порадоваться, когда почувствовал, что в руку ему попала пуля. Вернее, его обстреляли из автомата, и Кевлар защитил все тело, но вот левую ладонь он защитить не мог. вниз. Все-таки они меня достали, подумал Роджер уже лежа на земле. Боль была нестерпимой. Кажется, при падении он сломал себе ребра. Роджер закрыл глаза. Надеюсь, что это люди Таринтини была его последней мысль, иначе ему конец. Хотя он сделал все, что смог. Глава 37 В этот день все должно было решиться. Супруга Рауля Кастро действительно пригласила их на день рождения своего мужа. Лернарда в который раз поделился тонкому расчету генерала Черно. этот страшный человек рассчитал все до мелочей. Сначала он находит женщину знакомую с супругой брата, затем узнает, когда день рождения ее мужа Рауля, мужа младшего брата того, кого он должен застрелить. Бернарда Бернарда в Мадрид от человека которого нашли всего за полчаса. Считать, что какая-то разведка мира может подставить агента за полчаса значит быть полным дилетантом. Для обмана кубинцев придумывается операция в Сальвадоре. Хатер Эреры очевидно должен был стоять в самой Гаване, чтобы вывести команду Бернарда и его людей. Остальное для отвода глаз. Несчастный Эльфред начал о чем-то догадываться. Он еще в Мадриде обратил внимание, что стреляли из профессиональной снайперской винтовки, а попали всего лишь в ногу. Жокин убирает его, выполняя приказ Чернова, расчищая пространство для Бернарда. И наконец трюк с инвалидным креслом. Он продуман до мелочей. Кресло сделано на совесть. Никто не сможет заподозрить, что в него вмонтирован пистолет. Кто может заподозрить в несчастном инвалиде профессионального убийцы? Кто будет проверять метеллированные ручки инвалидного кресла? Ясно, что при прохождении теста на металл кресло будет звонить, как пожарная машина, но его никто и не будет проверять. Что может инвалид? Зачем проверять инвалидную коляску? 3 июня инвалид и муж Инес Контрерас, подруги Вильм и Кастро оказываются на банкете, посвященном дню рождения Рауля Кастро. Это единственный праздник, который Фидель не пропускает. Он обязательно придет поздравить своего брата. И вот здесь Дернардо должен сделать свое дело. У выхода его будет ждать Жоакин. Несмотря на сложности с автомобилями и бензином, все подготовлено. Они бросят кресло и уедут в район порта, где будет ждать американская яхта. А оружие, которое она привезет, будет сгружаться прямо на причал. Через пять часов после смерти Фиделя сюда подойдут катера с эмигрантами. Но Сан-Бернардо будет в это время далеко. Он признавал, что план генерала Чернова был потрясающим по своему замыслу. И теперь оставалось лишь последнее спустить курок. Ему было неприятно, что чиновник так подставил его, заставил страдать от полученной раны. Но гениальная простота замысла смягчила его сердце. В конце концов, он получил великолепную компенсацию в виде инест контрера. При мысли о ней в очередной раз сжалось сердце. Он представил, что испытает эта гордая женщина, когда поймет, что была лишь приманкой на крупного зверя, когда поймет, что ее использовали и бросили, когда поймет ничтожность Бернарда и его низость. Из этих мыслей он почти не спал в эту ночь, пытаясь разобраться в своих чувствах. Инес ему, безусловно, нравилось, но и работу свою он должен делать четко, ни на что другое он просто не годится. На день рождения обе женщины постарались одеть свои лучшие наряды, хотя сам Кастро не любил пышных смокингов и предпочитал появляться в полвоенной известной всему миру форме. Жоакин, сославшись на недомогание, отказалась ехать. Он трижды показывал Бернарда как можно быстро вытащить пистолет и теперь Маркиз был уверен в успех. В автомобиле они поехали втроем. За ними специально прислали большой семиместный бюрик, чтобы поместилось его кресло. По двери дома стояла охрана. Проверяли всех на оружие. Бернарда не стали особо останавливать. Просто молодой парень для порядка провел по его карманам и груди металлоискателем и, не обнаружив ничего, разрешил ему уехать в дом. Приглашенных было не так много, всего человек сорок. Бернарда был в своей инвалидной коляске. Рядом с ним находились подтянутые красивые Инес и Габриэла. На них многие обращали внимание. Красота обеих женщин и бедственное положение Бернарда заставляли всех присутствующих в доме говорить о них. Все были в ожидании, ждали братьев Кастро. Сначала приехал младший брат именинник. Затем под аплодисменты присутствующих появился и старший брат. Он сел на диване чуть в стороне, словно подчеркнуто отстраняясь от сегодняшнего застолье. Фидель не любил слишком пышный застоль. Оживленный разговор касался последних новостей из Америки и Европы. Постепенно выпитая спиртной и сытая закуска сделали свое дело и гости начали вести себя более естественно. Бернарда краем глаза следил за Фиделем Кастро. Командант Кубинской революции незаметно для себя старел. За эти годы он пополнил и обрюзг. На лице появилось много горьких морщин, почти выпали все волосы, посидела борода. Но стоило ему открыть рот, и все убеждались, что это по-прежнему тот самый Фидель, который может покорять аудиторию своими многочасовыми выступлениями, мощью своего ораторского слова, убежденности и заразительности своих слов. Он ничего не говорил, а вместо спиртного предпочитал пить минеральную воду. Куба переживала не лучшие дни, и у команданта было не совсем хорошее настроение. Тот путь, который он выбрал для своей страны 35 лет тому назад, оказался ошибочным и привел к экономической катастрофе. Все попытки хоть как-то исправить ситуацию были обречены. Без помощи России это было невозможно, а новая Россия помогать не очень хотела. И это было обиднее всего. У Советского Союза не было друга и союзника более верного, чем Фидель Кастро. Даже когда в 68-м танки ринулись в Прагу и на улицах и площадях кубинской столицы закипели митинги протеста, Фидель Кастро поддержал Советский Союз. Дождавшись, пока возмущение людей начнет перекипать, он выступил с четырехчасовой речью. То, что я скажу сейчас, говорил Кастро, многим не понравится. Он говорил защиту Советского Союза, он оправдывал их танки и их солдат, он защищал своего союзника и теперь, оставшись без поддержки некогда великой страны, он ощущал боли и огорчения и за ту речь семь лет назад и за своих союзников, так бездарно упустивших свою страну и все свои завоевания. Фидель сидел на диване и рассуждал. Главное, что нужно было сделать для людей, это вывести их теперь из этого тупика, дать им надежду, улучшить экономические показатели. «Неужели мы тогда ошибались?» с горечью подумал он, «Неужели мы ошибались?» Когда веселье достигло некоего пика, Фидель бесшумно встал и прошел в соседнюю комнату, устраиваясь на диване перед телевизором. Бернардо минут через пять последовал за ним. Команданта даже не обернулся на скрип его инвалидной коляски. В комнате кроме них двоих никого не было. Бернардо осторожно начал доставать пистолет. Инесс заметила, что Бернардо нет рядом и удивленно огляделась, куда он мог деться, подумала она. Бернардо достал наконец свой пистолет, Фидель обернулся и увидел направленное на него дуло оружие. Вот и все, почему-то подумал командант, и так просто и глупо. Бернардо поднял пистолет. Инэ, начав же серьезно беспокоиться, поднялась из-за стола. Фидель смотрел на оружие и ничего не говорил. Он просто сидел на диване и ждал, когда раздастся выстрел. За четыре десятка лет он много раз смотрел смерти в лицо и знал, как должен умирать мужчина. Он не боялся смерти. Бернардо прикусил губу. Это оказалось труднее, чем он предполагал. Одно дело убивать агента или профессионала, другой вот так просто выстрелить в живую легенду двадцатого века. Он вдруг почувствовал, что у него дрожат руки. Фидель, кажется, понял состояние этого инвалида. Поднявши на него свое оружие, он незаметно усмехнулся. Это не так трудно, как вы думаете, сказал Кастр. Нужно просто нажать на курок. Бернардо разозлился, неужели он этого не сделает? И в этот момент раздался крик Иннес, так бьющий по нервам. Бернардо! Он обернулся, она стояла в дверях, вся красная от гнева. Она поняла, зачем он остался на клубе. Она сразу поняла. Фидель неторопливо поднялся с дивана, посмотрел в глаза своему убийце. Это нечестно, сказал он вдруг. Просто нечестно, молодой человек. Люди скажут, что Кастро убил инвалид. И повернувшись, пошел навстречу Иннес. Бернардо в его пистолете было два патрона на случай первого промаха. Он снова поднял оружие. Перед ним была широкая спина команданте. Не думайте о том, кого будете убивать, любил говорить Чернов. Думайте о себе. Он вспомнил эти слова и нажал на курок. Бернардо что-то поняла в этот момент Иннес, бросившаяся ему навстречу. Кастро обернулся. Выстрел попал Иннес прямо в сердце. Она почему-то улыбнулась и, откинувшись, упала на пол. В комнату ворвались люди, у многих охранников в руках было оружие. Не стрелять, перекрывая шум, крикнул Фидель Кастро. Осторожнее, здесь убита женщина. И только теперь Бернардо понял, что он наделал. Он убил Иннес, убил единственную свою женщину, равной, которой у него никогда не было и никогда больше не будет. Он вдруг ощутил небывалую тоску, словно плач миллиардов потерянных существ, возникших и развивавшихся за миллионы лет до его рождения, слился в нем воедино. Он закричал, все замерли. Стоявшая у дверей Габриэла перестала плакать. И тогда, быстро, словно боясь, что его лишат этой радости, он приставил пистолет в голове и нажал на курок. «Похороните их вместе», сказал команданте, и это были единственные слова после выстрела. Заключение Роджер лежал на носилках и смотрел в небо. Оно сегодня было черно-голубым, словно невидимый художник перемешал все краски. К нему кто-то подошел. «Как ты себя чувствуешь?» спросил знакомый голос. «Спасибо, Майкл», он узнал, говорившим. «Уже все в порядке, Роджер. Мы всех взяли, всех до единого». «Вы идиоты», кричал на другом конце сада Хар Гривз. «Вы сорвали самую важную операцию в нашей истории. Вы опошляете саму идею разведки. Вас всех отстранят от работы». Когда его вели мимо Робинсона, он замер. Роджер чуть приподнял голову, хотя даже это причиняло сильную боль. «Хар Гривз», позвал он полковника, полковник посмотрел на него. «Нет такой идеи, во имя которой можно убивать людей», тихо сказал Роджер. «Нет, слышите, Хар Гривз, нет и не может быть!» Он закрыл глаза. Кто-то тронул его за рукав. Роджер открыл глаза, над головой стоял Майкл, он улыбался. «У меня к тебе просьба», сказал сотрудник ФБР. «Только не проси меня все вернуть», попросил Роджер, «кажется, я сломал все твои игрушки». «Можешь оставить их себе», махнул рукой Майкл. «У меня их много, я прошу о другом. Можно я оставлю себе на память твою желтую шапочку?» «Зачем она тебе?» «А я буду показывать своим сыновьям». «Понимаешь, я ведь тоже бреюсь по утрам и каждое утро смотрю на себя в зеркало. Хочу объяснить парням, что нужно жить так, чтобы иметь возможность бриться, чтобы смотреть в зеркало и уважать эту физиономию». Роджер усмехнулся. «Остань», сказал, «Пусть она останется у тебя». «Остань». «Остань», «Холю» «Холю» Продолжение следует...